Приветствую, друзья! Вот мне задали вопрос в интернете. А какая связь между вашими, например, упражнениями, которые мы подбираем среди миллиона различных упражнений по вашему критерию, то подобрать, которое хочется продолжать, ну, это критерий очень важный. Это значит, ваше действие совпадающее в моменте, в котором вы находитесь. Какая, говорит, связь между этими упражнениями и принципом подбора этих упражнений и моими интеллектуальными вопросами? Ну, например, как заплатить за ЖКХ или, например, физиологические вопросы. Вот у меня, например, плохой сон или там цистит или ещё что-то такое. Ну, вот какая связь? Так вот же, ну, в чём дело? Мы же согласны с тем, что в организме всё взаимосвязано. Поэтому в школе есть физкультура помимо математики и физики и химии. Почему там делают физкультуру? А всё дело в том, что именно помогают те упражнения, которые с вами совпадают конкретно, лично с вами, индивидуально. По критерию, то упражнение вам помогает, которое вам хочется продолжить. А те, которые хочется через силу делать, но не надо их делать. Хочется почему, я имею в виду? Потому что, может, вы думаете, что они полезны. Ну, да, нас учили в школе в обычной. Повторяй, пока не получится. Это тренировка исполнительности, выработка шаблонов. Это всё правильно. Но в нашей новой школе новые принципы. Подбирай то, что у тебя лично получается хорошо, а то, что не получается, отбрасывай. И тогда ты накапливаешь энергию, и потом в обычной жизни ты более стойкий, стабильный, сильный, творческий и так далее. Я говорю о комнате психологической разгрузки. Итак, логическая связь между выбранными упражнениями по физкультуре, а сам процесс это синхрогимнастика называется, логическая связь между выбранными упражнениями по физкультуре по критерию делать то, что хочется продолжать, отбрасывая то, что вам не подходит. И как заплатить за ЖКХ, или, например, как наладить работу организма в другой части, вылечить животом, или лучше спать. Я повторяю это. Видите, принцип обучения на основе повторения, повторения мать учения, и принципы индивидуального подхода. Подбирай то, что тебе подходит. Эти два принципа надо соединить. И тогда вы будете не только шаблонно мыслить, но и чувствовать. В каждый следующий момент ощущать сами, что вам сейчас надо делать, как заплатиться ЖКХ, как наладить отношения в семье, как лучше спать. И добавляйте туда вот эти вот су-джок, которому тысячи лет, которые не я придумал, а это из традиционной китайской медицины. Вот это добавляйте. Десять пальцев это... Ши-атсу называется. Ши это десять. И вот это разминаете два раза в день. По десять-пятнадцать секунд. Вот воротниковую зону разминаете. И ушки разминаете. И после этого у вас и давление будет лучше, и венозный отток будет лучше. И как заплатить за ЖКХ, вы тоже будете лучше понимать. Вот как соединяется. Потому что всё в человеке взаимосвязано. А то мы слышим, что всё взаимосвязано. Нам кажется, что это понятно. А когда дело доходит, мы забываем, что всё взаимосвязано. А вот что, оказывается, важно. Лень. Лень. Это как раз-таки тот двигатель, который сделал человека. Потому что, когда вы ищете, как вам сделать что-то легче, вы развиваете творческие качества. А когда вы повторяете то, что вам трудно, пока не получится, вы развиваете качества исполнительские. Поэтому, когда кто-то там говорит в интернете, профессор там, я смотрел, фамилию не хочу называть, но он не врач, он биолог. Ну, очень известный. Он говорит, человек ленив. Конечно, он ленив. Потому что, когда он делает дело, которое с ним не синхронизируется, ему и лень это делать. А поэтому и надо подбирать то, что тебе подходит. И тогда даже ему ленивому это помогает. Потому что он подбирает то, что ему хочется продолжать, а то, что не хочется, отбрасывает. Таким образом, прав ленивый человек. Ну да, я еще раз про это потом расскажу. До встречи.